Хоба! Привет! С вами доктор Влад. У нас 16 градусов. И я вчера грозился на байдарке покататься. О, хорошо. Покатался, наверное, с полчаса туда-сюда плавал. Ну, без камер, ребят. Ну, я просто сам для себя, как говорится, отошёл. Немножечко отдохнул душой и телом. Ладно, новости какие? Дофига. Дофига, ребята. Да-да. Цепкало планирует встретиться в Варшаве с политиками из Вашингтона. Ну, тот самый Цепкало, который скрывается от Лукашенко, который, значит, на него завели уголовное дело там за какой-то якобы взятку или что-то в этом роде. Ну, вот он. У него запланирована встреча с серьёзными политическими деятелями из Вашингтона. Ну, вот так он и планирует стать президентом. Ну, так у него вроде налицо ничего. Ну, посмотрим, что будет. Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена. Ну, вот он пытается что-то сделать для своих будущих выборов. Я внимательно изучу это. Ну, насчёт помилования. Ну, посмотрим. Жириновский назвал единственный путь выхода из кризиса для Лукашенко обратиться за помощью к России. Ну, это Жириновский. Ну, что вы хотите? Так, Телеграм. Телеграм провёл в Белоруссии опрос о выборах президента. И вот Телеграм. Официальный канал Телеграм Белоруссии создал анонимный опрос, в котором попросил жителей страны сообщить, за кого они отдали голос. Согласно результатам опроса, за Светлану Тихановскую 53%, а за действующего президента 2%. Ха! Ха ещё раз! Так, ребята, Гидромедцентре пообещали возвращение 27 градусной жары. Да, ну, это не жара вообще-то. Ну, у нас вообще классная погода. Вот сейчас ночью 16-17, днём 25-27, вот так вот. Вообще отлично. Коммунисты призвали не впускать в Россию застрявшую в США Малышеву. Какие-то коммунисты России, Максим Сурайкин. Она улетела в страну, в которой всё ещё очень активен коронавирус. Ясно, что она может всех нас перезаразить американским вариантом коронавируса. Так что пускать её назад лучше не надо. Она с собой привезёт вторую волну коронавируса. И предложил отправить Малышева на 6-месячный карантин, чтобы зрители от неё отдохнули. А на 6-летней бы неплохо, да? Я в России за сутки выявили 4969. Ну, я уже заговариваюсь, но это у меня опять... У меня все оговорки по Фрейду, ребята. Потому что я думаю, что в России будет подниматься это дело. Даже несмотря на статистику дурную. 4969 случаев. Но чуть-чуть опустилось ниже пяти. Вроде бы. Опубликовано новое действие, новое видео предполагаемого убийства белоруса силовиками. С другой точки, с другого ракурса, ребята. Не было у него никаких взрывных устройств. Он шёл в сторону сотрудников правоохранительных органов с поднятыми руками. Вот так, ребята. Затем со стороны силовиков виднеется вспышка. После чего на белой футболке мужчина появляется кровавое пятно. Он падает на землю. Вот так, ребята. Он поднял руки. Вы можете представить. Его застрелили. Да, его тут сразу с твиттера. Просто пипец. Лукашенковский шакал расстреливал человека, который идёт с поднятыми руками. Ранее МВД Беларуси заявило, что он сам подорвался на самодельном устройстве. Да, вот. Вот. Выстрел и всё. И он умер до того, как упал, ребята. Раскрыты возможные планы окружения. Лукашенко о бегстве из Белоруссии. Вот они уже крысы, крысы собрались бежать в Россию. Лукашенко и Путин снова поговорили. Ну, надо писать, перетёрли. Ой, бандиты. Оба бандиты, ребята. Оба. Ну, вот ещё раз умер брат президента США, Роберт Трамп. У него тяжёлое заболевание. Но не говорят, какое заболевание. Не говорят. Ну, я так понял, не коронавирус. Ему было 71 год. Трамп его посетил в больнице. И он умер на следующий день. ВОЗ зафиксировало максимальный рост заразившихся коронавирусом в мире за эти сутки. Ребята, за сутки выявили более 294 тысяч новых случаев. Это вообще от ас. Ох, ребята, осторожней будьте. Сейчас все повылазили на улицы. Маски хотя бы носите. Белорусский тренер ЦСКА прокомментировал протесты в стране. Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал протесты в Белоруссии. И вот его слова. Считаю происходящее недопустимым. Резко против того, чтобы убили наш мирный, прекрасный белорусский народ. Милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его. Ну, правильно, конечно. Российскую вакцину на третьем этапе исследований введут десяткам тысяч человек. Кто-то мне написал, что, возможно, если Россия сама изобрела вот этот вирус, коронавирус, у них, может быть, заранее была вакцина. Может быть. Но кто ж признается, ребята? Кто ж признается? Так, Рамблер в субботнии. Тут интересно. Ну, это вчерашние еще. Кандидаты на Шнобеля. Ну, есть Шнобелевская премия. Самое нелепое открытие ученых. Ну, мне тут одно только понравилось. Ученые из Корнеллского университета. По-моему, Корнеллского. Ну, не важно. Проанализировали поведение 60 собак разных пород и размеров. Им удалось выяснить, что при мочеиспускании маленькие собаки задирают лапу под большим углом, в отличие от их крупных сородочей. Абсолютно точно. Вот у меня две собаки, да, рыжий лапу высоко задирает. А черный, так, знаете, так солидно, так чуть-чуть приподнимет, обозначит и все. А я видел где-то собаку, ну, какой-то ролик. Он вообще, две задних, маленькая собачка две задних лапы поднимала сразу. Ну, ладно. Ребят, еще раз вам скажу, вот, пора валить. Зайдите. Кто вчера не слышал, сегодня послушайте ролик. Финляндия, как получить убежище в Европе. Девушка рассказывает, приятненько, симпатичный. Как удрать в Европу. Смотрите. Лукашинский эсэсовцы против женщин и стариков. Огромная-разгромная статья на живом журнале. Как это все было. Вот старичок тут 47-го года рождения. Подошел просто к избирательному участку. Его поймали, арестовали. Засунули в тюрьму, в автозак. Ну, вообще, вот лупят, как хотят. Это вообще. Мужчины сбивали, мы плакали. Нам было страшно это слышать. Вот эта женщина рассказывает. За двое суток, которые она провела в ВВС, им не давали пищи и воды. Вы покиньте, да, двое суток. Это вообще, кажется, дестапо. Самое настоящее. Ну, ребят, немножко отвлекитесь. Я на живом журнале случайно попал. Да, я, ну, раньше слышал эту фамилию неоднократно. Харуки-мураками. Статья называется «Параллельная реальность Харуки-мураками». Есть такие книги, в которые уходишь с головой. Открываешь первую страницу и перестаешь понимать, какой мир реальней. Тот, что в книге, или тот, что за ее пределами. Настолько захватывает происходящее, так искусно автор владеет магией слова. Вот Харуки-мураками, да. И вот она советует, ну, вот это кто пишет, да, Деланта, женщина. Фуф! Это очень японская, одновременно западная проза. Именно поэтому мураками популярен как на Западе, так и в Японии. И вот она пишет. Начните с ранних произведений автора. «Охота на овец», «Дэнс-дэнс-дэнс», «Кавка на пляже», «Норвежский лес». Я открыл «Охоту на овец». Элементарно гуглиться. Ребят, вот уходишь туда сразу. Вот он так образно пишет, так интересно очень. Да, я только начал. Может быть, еще дочитаю. Вот «Охота на овец», да. Все, вот ты там сразу, мгновенный, понимаете. Очень интересно. С кем бы сравнить? Ну, не знаю. Наверное, Иван Ефремов. Я помню, это было в юности. Я тоже, вот когда я читал его книги, я уходил просто туда. Я там жил, понимаете. Есть такие писатели. Ну, это так вот. Просто отвлечься, ребят. Кому надоело вот то, что вокруг вас, почитайте. И еще тоже чуть-чуть вот отвлечься знаменитой советской певицы, которую скрывали от зрителей. И поэтому ее никто не знал. Речь идет о Татьяне Досковской 46-го года рождения. Вот, оказывается, она пела во многих-во многих фильмах. 200 фильмов. Вот. И очень редко почему-то ее вот даже в титрах она была. Ну, вот пример «Точка-точка-запятая» вот она пела в фильме, да. Потом какой-то тот фильм «Пообещайте мне любовь». Вот она тоже. Потом вот прекрасная далека. Не детский хор, а именно Досковская пела. Ребят, интересно как. И она уехала. Это был 99-й год. С 96-го по 99-й вообще не было работы. И она смоталась за рубеж. И она там в Германии создала группу «Гезанг», с которой счастливо дает концерты. Очень интересно. Сколько вот личностей талантливых. И все смотались к чертям. Хоба. Ну, опять Минск, да. В Минске встретятся демонстрации сторонников и противников Лукашенко. Вот сегодня должны состояться митинги, на которых соберутся сторонники и противники президента Беларуси Александра Лукашенко. Обе акции начнутся на площади независимости. Вот так вот. И дальше у меня тоже про это. Да, вот Червонин Сандрюха. Сегодня в Минске очень необычный день. Лукашенко везет в город подмогу со всей страны. В 12 часов Лукашенко собирает своих сторонников с начала митинга возле Дома правительства. По старой привычке для массовки власти используют дедовский или дедовский способ. В Минск на митинг Лукашенко заставляет ехать из регионов под угрозой увольнения. Срочно формируют составы, чтобы везти людей в Минск. Машинисты отказываются ехать. Сообщение о принуждении поехать на митинг за Лукашенко пришли от работников. Белшины, Интеграла, Могилевского мясокомбината, Бобруйской славянки, Дзержинской птицефабрики, Слонимского водоканала. О, сгоняют на митинг госслужащих, военных, которых просят прийти в гражданской одежде. Ох, ребята, если не желаем, выгонятся работы. И вот в центре Минска при усиленных мерах безопасности начинается митинг в поддержку президента Лукашенко. Народ собрали, и там вокруг полиции, милиции, военные, и кого только нету. Ну вот так, посмотрим, что будет. А два часа спустя на том же месте в центре Минска свою акцию начнет оппозиция. Ожидайте, что она станет самой масштабной за все дни протестов после выборов президента. Ну, опять живой журнал «Путин, помоги!» «Путин, помоги!» Ну, да, завтрашний день решает все, вернее уже сегодняшний. Ну, вот что будет, ребята, что будет? Да, вот два митинга. Посмотрим. Я вам расскажу, конечно. Вот интересно тоже, я сегодня много отвлекаюсь, немножко, чтобы вас развеять. Самарский сок, который не предназначен для продажи, оказался в магазинах США. Сок яблочный. Девушка из России, проживающая в США, выложила на портале Пикабу пост фотографиями, которые были сделаны в одном из так называемых русских магазинов в Америке. Полно у нас, да. Среди прочих соков, привычных для русского человека, на полте стоял сок яблочный, восстановленный, фирма «Нектар». И на нём крупно написано, вот я читаю, произведён не для розничной продажи, а для поставок в бюджетной организации. Доллар 69 он стоит, плюс налог, естественно, да. И как он там оказался, видимо, не маленькой партии, а должен был поставляться в бюджетной организации. Подразумеваются, видимо, детские сады, школы, больницы и так далее. Понятно, да? Так, сильная и слабая женщина. Очень интересная статья, небольшая, про Валентину Легкоступовую. Всё у неё было, и успех, и деньги. Большой дом в Испанию, роскошный дом в Подмосковье. Она организовала риэлторский бизнес в Испании для русских клиентов. Приобрела роскошную виллу у моря. Она всегда выглядела победительницей, гордой, весёлой. Но какие демоны скрывали за этой лёгкостью, какие страсти, до какого отчаяния надо дойти, чтобы уже после 50 лет искать себе мужа в интернете? И ведь она, конечно, радовалась, что нашла, и сразу его в ЗАГС потащила, и в храм. Зачем? А теперь за этим вопросом стоит смерть так рано ушедшей женщины. До причины этой смерти вряд ли докопаются. Она не расскажет о безутешной вдове, который её, скорее всего, поил и убил в пьяном угаре. Либо наврёт, либо смоется. Сильные женщины, в конце концов, оказываются самыми слабыми. Да, ребят, вот те женщины, которые выглядят сильными, они, ну как сказать, они ведут себя так, чтобы все видели, какая она сильная. А на самом деле, что за этим скрывает? Ну это что, у меня опять червонец Андрюха, да. Гендиректор МЗКТ, я признаю, что Лукашенко не выиграл выборы. Да, Алексей Ромашевский заявил, что голосовал за Лукашенко, но выборы он не выиграл. Также гендиректор добавил, что белорусы голосовали не за, а против. Ну вот это вот лишний раз. Ну вот опять, что будет? Сейчас там митинг, наверное, уже начался. Шансы Лукашенко, это пишет не Михаил, тоже на ЖЖ, у меня сегодня много ЖЖ. Батька в ужасе побежал падать на колени к Путину и просить прощения, что, мол, ошибался насчёт интеграции, что она ещё обязательно возможна и даже необходима, если, конечно, Путин поможет избежать позорного конца. Да, он просто время тянет, ребята. Да, развязка, развязка будет очень полезной для Лукашенко, я думаю. Ещё немножко отвлекитесь. Студент из Камеруна, чёрный-чёрный, устроился воспитателем в Челябинский детский сад, но Челяба даёт. Студент из Камеруна, с помощью игр, песен и сказок, он учит детей английскому языку. Сначала родители, конечно, это, завозмущались, а потом, ну, он нормальный мужик, он нормальный мужик. Русские сказки и мультики он переводит детям на английский язык. И вот интересно он пишет, что многие сюжеты оказались для иностранца непредсказуемыми. Первый раз, когда я смотрел мультфильм «Колобок», я не ждал такой концовки. Там лиса съела колобка, я просто не понял, почему такой конец. Это совсем не весело, оценил сюжет. Анисет его зовут. Анисет. Интересный парень. Мишустин поздравил лётчиков с профессиональным праздником. О, сегодня день воздушного флота. Я летунов поздравляю. У меня всегда было громадное уважение к лётчикам и к диспетчерам. Они всегда такие какие-то молодцеватые, подтянутые. Это очень тяжёлая работа. Бывший помощник президента США по безопасности Джон Болтон допустил, что Дональд Трамп объявит о выходе США из НАТО. Ребят, я в это не верю. Честно, вот не верю. Это будет октябрьский сюрприз. В США, ну как бы положено, что ли, да, президентам, которые заканчивают свой срок делать какой-то, не знаю, демберский аккорд. Вот называют это в Америке октябрьский сюрприз, ну потому что в ноябре выбор. Посмотрим. Так, ещё раз, ребята, Марк Солонин, вот это Путин ничего не введёт в топе сейчас, везде в топе. Я в прошлый раз рассказывал, сейчас я не буду заострять. Но тут разговор о том, что в России нет армии. Нет армии. Невзоров давно об этом говорил, кстати, что нет в России армии. Никакой. И твиттер, коротенько. ОМОНовец сегодня уволился. Здесь ролик. Не хочет мразью зваться. Просит прощения у всего белорусского народа. Так. Михаил Светов. Я думаю, Путин нормально так напрягся сейчас. По сути, один канал в Телеграме, который он даже не знает, как блокировать, и который ведут три человека, за неделю опрокинул режим, который держался 26 лет. И, казалось, ещё столько же простоит. Это канал Некста. Про него ещё будут книги писать. Да, ребята, да. Глобальное отключение интернета по России будет. Шаг вперёд. Это комментарии. Да. Офигеть, офигеть, ребята. Один канал. Сейчас за ним гоняются, но догнать не могут. Догнать не могут. Потому что это интернет. Так. Это что такое? Пожалуйста, не ходите в бар. Метафора на Моросейке 6-8. Владелец бара около его рыгаловки разгонял белорусок, стоявших в цепи, растянувшиеся от посольства РБ. Ну, Беларуси. Сотрудники бара угрожали всем, кто пытался этот беспредел снять. Верю в магию Твиттера. Желаю им нахрен разориться. Да. Да, 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 да. Я вот тоже её поддержал. Ребята, пронзительное видео о происходящем у Куштау. Безоружная женщина, которая пришла защищать свою землю, а против неё араба бойцов в полном обмундировании, готовые исполнять преступные приказы. Про ад, который творится в Башкирии, пишут мало. Поэтому важно распространять информацию. Да, ребята. Я тоже за Башкир. Так что вот, я распространяю информацию. Вот мне понравилась одна фраза. Вот Парфёнов охренеет делать на Медне 2020. Да, вот это год, это, конечно, год. Ой, Парфёнов же делает, ну, знаете. Жизнь насекомых. Таракан поговорил по телефону с Молью. Ох, как здорово, да? Здорово. И последняя тётя Роза с Твиттера. Ну, начинаете улыбаться. Настроения в Беларуси постепенно меняются. От первоначальных лозунгов, что Лукашенко нужно снимать, многие начинают склоняться к мнению, что его нужно вешать. Всё понятно, да? И на данный час у меня всё. Интересно, что там сейчас в Минске решается судьба Беларуси. Всего хорошего. До обеда. С вами доктор Влад. Всё расскажу. Пока.